Виктор Фокин, российский серийный убийца, получил прозвище «Дед-потрошитель» и «маньяк-пенсионер». Виктор Викторович Фокин родился 24 сентября 1935 года в село Орск, Машковский район Новосибирской области. Окончив школу, он пошел служить в армию. Вернувшись, стал работать на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов. Фокин был передовиком, позже стал ветераном труда. В конце 50-х он женился, у него родились дети. Жизнь Фокина круто перевернулась в 1988 году, когда его супруга умерла. К этому времени Виктор заметно постарел, страдал тугоухостью, но зато обладал большой потенцией, которая привлекла к нему женщин. В этот период он старался наладить свою личную жизнь. Тогда же он начал заниматься сексом с дешевыми проститутками, бомжихами и алкоголичками. Но к середине 90-х Фокин стал импотентом, по поводу чего он сильно переживал. Первое доказанное убийство совершил в апреле 1996 года, хотя подозревается и в убийстве, совершенном в декабре 1995. Убивал главным образом женщин от 18 до 55 лет, но возраст для него не имел большого значения. В качестве жертв он выбирал женщин и девушек без определенного места жительства. Лис, злоупотребляющих алкоголем и проституток. Такой выбор жертв объясняется тем, что данных лиц никто не будет искать и преступления останутся нераскрытыми. Виктор признался, что спрашивал у будущих жертв наличие родственников и, как правило, выбирал одиноких женщин. И действительно, останки всех девяти известных жертв Фокина так и не удалось идентифицировать. Сценарий убийства всегда был следующим. Виктор знакомился с жертвой на привокзальной площади. Приводил жертву к себе домой, насиловал и убивал. Способы убийств всегда отличались. Кого-то он задушил, кого-то зарезал, а кого-то утопил в ванной. После наступления смерти жертвы, Виктор расчленял труп и выбрасывал его в мусорный контейнер. Последнее умество он совершил 5 марта 2000 года. Расчленив в ванной труп, останки тела выбросил в мусорный контейнер на улице Темирязева, поблизости от своего дома. Когда расцвело, в Заяльцовское РУВД обратился мужчина, который обнаружил окровавленный мешок из-под сахара с человеческими органами. Оперативно-розыскные мероприятия проводились невероятным размахом. В районе, где было обнаружено расчлененное тело, обследовались сотни домов и тысячи квартир. Шла усиленная работа со свидетелями, организовывалось наружное наблюдение и устраивались засады. Виктора задержали в марте 2000 года. При задержании дома у Виктора нашли множество женских вещей. На первом же допросе он сознался в совершении преступлений. Суд над Виктором состоялся в мае 2001 года. Прокурор просил для него 20 лет лишения свободы. Суд приговорил Фокина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Преступник скончался в феврале 2003 года в заключении в ангарской колонии в Иркутской области от остановки сердца в возрасте 67 лет. Продолжение следует...